Потому как говорит человек и какие речевые обороты при этом использует, можно судить о его воспитании, образовании и даже социальном статусе. Сделать свою речь красивой, а главное грамотной, появилась возможность у салаватских школьников. Специально для них в течение трех дней будет проходить школа ораторского мастерства. Вы знаете, что это такое узкое направление, узкая специализация и мало где в каких городах можно обучиться, не поступая в институт культуры. Этим навыкам. Сегодня я узнал, как владеть своими мыслями, как владеть логикой, как не бояться сцены и как преподать свои мысли зрителю. Мы изучали различные приемы ораторского мастерства. Я пришла сюда для того, чтобы усовершенствовать свою культуру речи, узнать что-то новое. Преодолеть страх на сцене, чтобы стать настоящим ведущим, чтобы не бояться на сцене. Раз этой презентации, я бы хотела прочитать одно свое стихотворение, которое я посвятила Высоцкому. Тяжелый ритм расстроенной гитары и узнаваемый повсюду хриплый бой. Ребята, я великих не видала, но он велик, хоть умный, он живой. Я вижу, как сияют глаза, как просыпается интерес. Я думаю, что тема интересная, актуальная для молодежи, тем более всевозможные КВН, всевозможные шоу. Это все притягивает молодых. В дальнейшем, при поддержке «Газпроматиким Салават» и администрации города Салават, мы собираемся сделать этот конкурс ежегодно. Возможно, в дальнейшем профессии этих ребят и не будут связаны с публичными выступлениями, однако навыки ораторского и драматического искусства обязательно пригодятся им в жизни.